Всем огромный привет! Радо видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моей классной парфюмерной новинке. Видео будет посвящено одному аромату. С вами вместе его распакуем. Я еще даже не распаковывала. Я давно смотрела этот аромат, слушала отзывы о нем. Но меня немного смущало то, что были такие отзывы, что он слишком алкогольный. То есть, в принципе, аромат на тему алкоголя. И были такие отзывы, что он слишком алкогольный, как-то не к месту, куда его носить. И как-то меня это останавливало. Думаю, ну аромат красивый, да. Ну а куда его буду носить? А как? А что? И чуть позже уже я его сама протестировала. И каково же было мое удивление, что он абсолютно не такой, как я себе его представляла. Я не услышала там супер какого-то такого отталкивающего алкоголя. И, соответственно, было решено заказать этот аромат. И говорю я сейчас про аромат от бренда Atkinson, который называется Pirate Grand Reserve. Видите, как он пришел ко мне упакован. Заказала его на сайте Рандевую. В таком формате он мне пришел. То есть здесь дополнительная коробочка такая. Вот, я вам ссылочку на аромат оставлю в описании к этому видео. Потому что, кстати, цена на него сейчас стала приятнее. До этого, когда я еще весной его смотрела, ценник был чуть выше. Сейчас цена приятнее гораздо. Вот, поэтому оставлю ссылочку. Заказывайте, кому интересно. И также применяйте мой промокод на скидку 10%. Промокод мой суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте. Действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. И промокод мой действует до конца этого года. Давайте распаковывать. Уже не терпится. Вообще у Atkinson, конечно, всегда классное такое оформление. Так, вскрываем первую коробочку. Так, все продумано, чтобы наш флакончик не повредился. И здесь уже вот такая вот шкатулка. Ее мы тоже вскрываем. Конечно, наверное, сейчас не совсем сезон этого аромата. Но совсем скоро уже осень. Поэтому, в принципе, с таким учетом я его и заказывала. Так. Так, вот здесь у нас открываются вот эти штучки. Я уже знаю, у меня уже есть два аромата от бренда. Коробка такая у меня на втором аромате. Потому что один аромат в другой коробке приходил. Так. Все, конечно, настолько красиво. Открываются дверцы. И тут у нас сам флакончик. Такой интересный флакон. В принципе, они стандартные. Здесь такая вот коричневая наклеечка. Потому что аромат-то на тему алкоголя, на тему виски. И давайте будем наносить аромат на блотер. И знакомиться с ним снова. Как я и сказала, что я его тестировала в магазине уже. То есть это не слепая покупка. Но тестировала один раз. Какой он классный. Что касается пирамиды аромата. Здесь у нас ром, ваниль, какао, гелиотроп, жасмин, дрог, мускатный шалфей, герань, кашмиран, пачули, мускус и мох. Я когда только вдохнула его, я сказала о том, что мне он чем-то напоминает белужью кожу. Но он более грубый. То есть белужья кожа, она более мягкая. И там больше ванили. Но также присутствует кожа. И здесь я тоже ощущаю эту кожу. Только здесь все более громко, более ярко. И плюс алкогольные ноты. То есть там нет алкоголя. Здесь есть действительно алкоголь. Прям на старте это ром. А это кожа для меня. Вот в этом вот аспекте. Немного он пересекается с ароматом Носомата Бараонда. Потому что там для меня тоже есть ощущение, что кожаная вещь какая-то пропитанная алкоголем. И здесь тоже есть такой аспект. Только здесь еще нота какао. В принципе, в Бараонде я ощущаю тоже сладость. Там я вам говорила, что я чувствую карамель. Поэтому я его сравниваю с ароматом Адзара, Рич Вармадиктив. Потому что там тоже карамель такая. Я прям ощущаю сладкую карамель такую растопленную. А здесь это какао. Аромат очень интересный. Он однозначно унисекс. Но, конечно, если вы мужчины и вы абсолютно не любите сладких ароматов, то это не для вас. То есть это не какой-то терпкий просто алкогольный аромат. Это красивый гурманско-алкогольный аромат, я бы сказала. То есть вот это, в принципе, такой кожаный потом, который я ощущаю алкогольно-кожаный, он немного относит именно к мужским ароматам. То есть дает ощущение вот этой вот унисексовости. Но в то же время это карамель, какао, вот именно такая сладость придает ему немного феминности. То есть, по сути, я его представляю на мужчине. Я понимаю, что мой муж навряд ли будет носить этот аромат, потому что он более сладкий, чем Баралонда. В Баралонде сладостей, на мой взгляд, меньше. Он более гурманский, но он красивый. На осень это будет просто что-то невероятное. Это будет очень обволакивающий такой аромат, согревающий. При этом, что касается алкоголя, вот как я и сказала, что я побаивалась очень такой яркой алкогольности. И меня это смущало. Думаю, ну куда я буду носить такой аромат? В школу за ребенком? Или куда я буду ходить в таком алкогольном аромате? Что обо мне подумают? Думала я. Но вот с блотера я также наносила на кожу. Знаете, на моей коже со старта, может быть, я и ощутила. Но я тестировала в жару. Опять же повторю, что, возможно, осенью он будет по-другому раскрываться. На старте, да, есть это алкогольность, есть кожаные аспекты. Но со временем на моей коже осталась мягкая кожа-замша. С ванилью. То есть на мне он прям более стал сладкий, такой ванильный, вкусненький. И все. Как бы ушел в сладость такое. Ну и мягкая такая алкогольность. Каких-то прям ярко выраженных, терпких, громких, броских алкогольных аспектов здесь нет. Если вы тоже боитесь этот аромат из-за того, что можно, есть вероятность того, что вы будете пахнуть алкоголем, нет. Здесь этот алкоголь придает какой-то терпкости. Отчасти даже прохлады аромату, потому что он вроде такой теплый, сладкий. Но ром здесь дает очень такое контрастное ощущение и теплого, и холодного. То есть с одной стороны он согревающий, такой сладенький. С другой стороны в нем есть что-то такое бодрящее и даже такое отчасти не то, что ледяное, но такое прохладное. Красивое звучание, очень красивое. И как я вам говорила, что сейчас стараюсь отходить от гурманики, то есть покупать меньше гурманики. И вот это, кстати, та гурманика, которая входит вот именно в число этих композиций, которые сейчас я рассматриваю. То есть если я и присматриваюсь к какой-то гурманнике, то хочется вот такого необычного звучания. Потому что, по сути, да, можно отнести этот аромат к гурманским вполне, но он не прямолинейно съедобный. Этот аромат такой с двойным дном, что называется. То есть он и алкогольный, он и кожаный, он и мускатный шалфей здесь ощущается. Вот такая свежесть, какая-то зелень. Немного почули со временем появляется. Но при этом в нем есть и сладость гурманская, и в то же время такая вот терпкость. Сказать, что прям для меня это пираты, ну как-то нет. Мне кажется, для пиратов как-то слишком гладко. То есть нету какого-то такого, знаете, какой-то такой дерзости в аромате, что можно было сказать, что он такой какой-то пиратский такой, какой-то разбойник аромат. Нет, он вполне мягкий, вполне ладный, вполне гармоничный. Будет красиво вписываться в любой образ. Не будет как-то звучать вычурно, очень даже. Но вот как я и сказала, буду пробовать, нанесу на мужа этот аромат, потому что на мне он шел в ваниль. Вот мне интересно, как он на нем раскроется. Возможно, на нем больше проявятся такие кожаные алкогольные аспекты. И он будет более такой брутальный. Но на моей коже, у меня кожа теплая, он как-то раскрылся вот именно уходящий в сладость. Поэтому приятный, зря я его так боялась, обходила стороной. Мне казалось, что он будет прям такой слишком-слишком пугающий. Нет, классно, поэтому очень рада. Как сказал, ссылочку оставлю, проходите, смотрите. Кстати, на него есть там и тестерный формат, и товарный там есть. Ну, такая небольшая разница в цене. Уже смотрите, важно ли вам коробку или нет. По поводу крышки, вот я не знаю, с крышкой тестер или нет. Точно не подскажу, если кто-то знает, пишите в комментариях. Ну, в общем, вот, красиво, да. И, кстати, шаофей сейчас прям явно ощущается. Со временем он все больше начинает набирать обороты, по крайней мере, на блотере. Возможно, на холодной коже тоже будет он ярко выраженный. Также есть нотом шистости такой. Мох тут присутствует, но на моей коже, как такового мха, я не почувствовала. Но, опять же, буду разнашивать его в разные погодные условия. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Если согласитесь, то аромат пишите свое мнение и впечатление. Будет очень интересно. Я действительно осталась довольна этой покупкой. Пока на данный момент вроде Паткинсон все. Ничего мне больше не интересно. Хотя у меня, в принципе, отливантик приехал еще один. Буду тестировать. Но, в принципе, свои такие основные хотелочки я закрыла. Вот, на этом я с вами уже прощаюсь. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всего вам самого доброго, самого хорошего, приятного вам дня, вечера, какое сейчас время суток. И встретимся с вами уже совсем-совсем скоро, а точнее завтра. И пока-пока.